Всем здравствуйте! Сегодня мы будем с вами заниматься моделированием платья, которое на манекене. Платье, которое на мне недавно было, тоже на этой неделе. Ссылочку оставим в описании. И платье на манекене, которое вы видите, оно изо льна. У нас как-то так получилось, что получилась льняная неделя. Все изделия, которые мы шили на этой неделе, не специально так получилось, но все были изо льна. И, кстати говоря, каждый лен отличался друг от друга. И сегодня у нас платье в сочетании с кружевом. Посмотрите, как идеально сочетается, просто идеально сочетается лен и кружево на рукавчике. Рукавчик мы с вами сделаем укороченный. Он не будет доходить у нас, ну, будет практически доходить до линии низопроймы. Кто захочет, сделает его короче. Естественно, кто захочет, выполнит вот так. Обработка. Сразу показываю по линии низа. Вот мы обработали косой бейкой изнутри. И при этом я даже не сделала здесь шов, сделала вручную. Для того, чтобы он здесь был такой чистенький и хороший. При моделировании мы с вами рассмотрим сейчас, как будем моделировать, когда будем моделировать. Если большая выточка, то можно ее размоделировать вот таким образом, как я. Частично в боковой срез, частично в линию проймы. У кого выточка маленькая, то, возможно, будет достаточно, что вы ее просто опустите в линию боковую, и на этом все закончится. По струку мы возле боковой линии расположили здесь карманчик. Он практически незаметен, вписывается сюда. Кружево пришили на расстоянии где-то 20 см от линии низа. Кто хочет, может, конечно, сделать и два кружева, либо не делать кружева, либо пустить кружево по низу. Это уже такая деталь, каждый будет решать, что у вас будет получаться и что у вас есть в наличии, в сочетании я имею в виду. Обработка горловины тоже очень тонкая, изящная. Также здесь у нас косая бейка изнутри. И косую бейку я не делала изо льна, а сделала специально из тонкого-тонкого батиста, чтобы была более деликатная. По спиночке шов. Выточек нет талиевых, но в шов сам я добавила выточку, то есть сделала более такой красивый, изящный прогиб. Как я уже ранее говорила, что льны абсолютно разные бывают, и все то, что мы шили, разного качества. Сегодня у нас лен производства Италия. Он из интернет-магазина Тори Ткани. Ссылочку обязательно оставляем в описании. И смотрите, это лен стрейч. Очень мягкий, хороший, приятный. Абсолютно не колется. Он настолько приятный и нежный. Все, кто его приобретут, сошьют себе изделие, будете очень довольны. Ну, во-первых, классно за счет того, что посадка будет очень хорошая, вас не будет ничего сковать, вам всегда будет в нем удобно. Тянется он только по ширине, по длине, растяжимости нет, поэтому никакой деформации также не будет. В магазине большой выбор тканей, трикотажей, поэтому заходите, смотрите, выбирайте. Те, кто будет заходить впервые в магазин и делать покупки, проговаривайте промокод Ткани Женщина и получайте скидку. Еще раз повторюсь, ссылочка на магазин в описании к видео. Платье уже на мне. Обращаю ваше внимание, сочетание загара и нежно-розового оттенка. Еще раз повторюсь, что кружево дополняет, я не знаю, как передает камера, но на самом деле платье выглядит нарядно. В этом платье можно и в пир, и в мир. То есть оно может быть повседневным, оно может быть нарядным. В нем можно пойти на работу, в нем можно пойти и ресторан. Оно в себе сочетает и простоту, и изысканность, и все смотрится очень хорошо и лаконично. Рассмотрим сейчас моделирование этого платья. Я покажу его на маленьких кусочках. Не все у меня сложилось с видео, поэтому пришлось переснимать. И использую маленькие именно выкройки, которые тоже, кстати говоря, построены в масштабе, и они полноценные по какому-то размеру. Кажется, по 48, не важно. Итак, давайте сейчас мы с вами рассмотрим само моделирование. И сразу обращу ваше внимание, что я взяла вырезала, ну то есть у меня вырезаны, да, вот эти вот детали были по боковому срезу. Рекомендую не вырезать, потому что я сейчас буду доклеивать для того, чтобы сделать красивую боковую линию. Итак, я беру сейчас полочку и спинку и немножко вот до линии бедра, буквально до линии бедра и до линии проймы подклеиваю. Подклеиваю для того, чтобы платье было спрямленного силуэта. И теперь я провожу новую линию. Но все равно по линии талии маленький прогиб я рекомендую сделать. Небольшой, но сделайте. Точно так же мы с вами настолько же расширим сейчас и спиночку. У каждого своя боковая выточка. У кого-то это будет, нужно будет добавить 2 см, 3 см. Еще раз повторюсь, что количество сантиметров будет зависеть от того, насколько у вас узкая талия и какая разница. Это у всех абсолютно по-разному. Поэтому точное количество сантиметров, естественно, я вам проговорить не могу. Но вот линия талии и мы пошли делаем спрямленный силуэт. По платью я хочу добавить по боковому срезу карманчики. Естественно, после того, как вы все сделали, можно сравнить. Вот смотрите, я специально сейчас вам показываю, что я сравниваю. Я вижу, что здесь у меня есть разница. Поэтому рекомендую все-таки не вырезать, как я прорисовала и вырезала, но у меня же это не деталь платья, а прикладывать спинку с полочкой для того, чтобы у вас оба боковые линии были абсолютно одинаковы. Теперь на полочке и на спиночке по линии талии. А у вас полочка линия талии, если не отрезная, идет прямая линия. Если отрезная, то, естественно, у нас идет баланс. Я так рисую, чтобы было видно. Поэтому от линии талии опускаюсь вниз, допустим, на 7-8 сантиметров. Вот здесь от линии талии. И прорисовываю линию кармана. Линия кармана должна быть равна ширине вашей ладошки и прибавить по 2,5-3 сантиметра с одной и с другой стороны. У меня это будет, например, 15 сантиметров. Вот я беру и вот так вот обозначила. Это вход в карман. Затем мне только нужно будет сделать, прорисовать сам карман. Мы его можем, ну, как я обычно делаю, прикладываю вот так вот в ладошку и по ладошке обвожу. Ну, в этом случае я сейчас карманчик вот так вот прорисовываю. И, естественно, вот у меня вход в карман. А деталь мешковинки, она должна быть немножко больше. Я ее переснимаю, опускаюсь вниз сантиметра на 3. А здесь я ее вывела под линию, там, где мы отметили вход в карман. Ну, естественно, при раскрое я сделаю припуск. Глубину кармана также проверяем. Точно так же у нас карманчик будет одинаковый и на полочке, и на спиночке. Здесь мы с вами все сделали. Теперь работаем с линией горловины и плечевой линией. У нас спинка. На спиночке выточку, как и на полочке, мы не делаем. Выточка, ну, это талиевая, да? Выточка плечевая у нас также ее нет. И сейчас мы все это проработаем. Поскольку у нас с вами такой более спрямленный силуэт по боковой линии, выточку мы не делаем, но хотим, чтобы прогиб по спинке был. Поэтому вот здесь я могу 2,5 сантиметра от линии середины спиночки взять и прорисовать выточку плавно-плавно перетекающую. Если мы с вами возьмем вот линия горловины, то от нее нужно будет сантиметра 4-5 опуститься вниз и до этой точечки вот так вот мы плавно соединим. У кого-то уже есть на спинке этот прогиб, потому что, ну, я имею в виду на выкройке, да, на самой, вы тоже можете немножечко тогда добавить. Смотрите, у меня была прямая линия, а у вас, если уже прогиб есть, то добавьте еще 1 сантиметр, а потом посмотрите на примерки, чтобы вы сильно не вырезали. Теперь плечевая линия. У нас есть выточка, которую мы убираем сейчас по плечевой линии. То есть раствор плечевой выточки, ну, например, 2 сантиметра. Я ее снимаю и вот таким образом убираю длину плеча. При необходимости посмотрите на вашу выкройку. Если вы уже с ней работали, то вы знаете, где у вас расположена линия проймы. При необходимости, если вы хотите, чтобы была более прикрыта линия проймы, а она у вас углублена, то при раскрое добавьте где-то полтора сантиметра вот вверх. И тогда мы получим с вами новую линию проймы. Это в том случае, если у вас рукавчик же короткий, если вы хотите, чтобы здесь было более прикрыто. Теперь расширяю линию горловины сантиметра на 3 и углубляю сантиметра на полтора-два. Расширить и насколько углубить, вы сможете потом уже на примерке, ну, что-то, допустим, добавить. Вырезаю. При этом ширину спинки мы не убираем с вами. Ни в коем случае. На это я обращаю внимание. Смотрите, мы делали прогиб, и вот здесь немножечко, да, там какие-то миллиметры срезали, то вот здесь мы не срезаем. Я срезаю только вытачку, а ширина, какая у вас есть по спинке, такая и остается. Ну, у нас, допустим, лен стрейчевый, все равно посадка будет хорошая. Ну, обращаю ваше внимание, теперь какая получилась линия спинки. Смотрите, вот если я прикладываю вот линеечку, да, здесь у меня прямая линия, здесь прямая линия, и пошел прогиб. И, естественно, посередине спинки шов. Теперь выточка нагрудная, поработаем с ней и расширим также линию горловины, ну, допустим, на 3 сантиметра. И углубим, например, сантиметров на 5. На примерке глубину, ширину, естественно, корректируете. Но когда вы делаете углубление и так далее, на что обращайте внимание, что вот здесь должен быть прямой угол сантиметра хотя бы на 2-2,5. Тогда будет красивый вырез. То есть прямой угол по серединочке должен быть. Выточка. У кого выточка небольшая, то вполне возможно ее перенести в боковую линию. И мы возьмем боковую линию, разделим визуально пополам и проведем линию, в которую будет перенесена нагрудная выточка. Если у вас нагрудная выточка большая, ну, допустим, она у вас там 14-16 сантиметров. Или даже она у вас и небольшая, но вы все равно можете выполнить следующее. Перенести ее еще и в линию проймы. Вот так. Ну, сейчас, смотрите, я сделала линию. Вот она у меня идет и одна, и вторая к вершинке. Но на самом платье я делала вот эту вот немножечко меньше, по длине, а эта у меня ушла практически до вершиночки. Линия. Теперь я разрезаю. и получаю с вами выточку, которая перенесена. Закрываю в плечевую линию полностью и распределяю. Распределяю таким образом. Смотрите, вот здесь вы можете выточку оставить, чтобы она у вас была где-то сантиметра 3. Вот здесь вот расстояние. Я делаю сантиметра 3. А вся остальная выточка пошла у меня вот сюда. Тут я подклеиваю и саму выточку немножечко укорачиваю. При этом раствор выточки у меня не меняется. То есть величина остается прежней. Здесь укорачиваю, здесь могу дойти почти до линии центра груди. Вот такое вот несложное моделирование мы с вами рассмотрели. Остается теперь поработать с рукавчиком. Соединяем две точечки. То есть вот у нас высота оката рукава. Вот эта вот линия, это высота оката рукава. И теперь в зависимости от вашего желания, насколько вы хотите, чтобы рукав был, ну это может быть он, допустим, сверху, он может быть абсолютно маленький. Вы его можете сделать и 6 сантиметров, и 8 сантиметров. Можете сделать каким угодно. Ну я приподнимаюсь вверх, смотрите, вот отсюда, сантиметра на 3-4. Вот так вот. То есть 3-4 сантиметра. И провожу линию, по которой буду отрезать. Рекомендую сам рукавчик. Прежде чем, значит, вот там, где идет к полочке, обозначить, если вдруг он у вас срезается, всякое может быть. Сам рукав при раскрое рекомендую не вырезать сразу два рукава. Вырежите один, сделайте примерку, сделайте из кусочка какой-то небольшого остатка. Почему? Сейчас объясню. Сам рукав, он должен быть на руке. Ну вот смотрите, я сейчас так визуально прорисую. Вот у нас идет линия проймы, да, вот она. И рукав. Вот он, маленький рукавчик. Вот это рукавчик. Мы соединяем вот с плечевой линии высшую точку оката рукава. И когда мы с вами будем вметывать рукав, он может получиться вот здесь вот неровный, а вот такой вот приспущенный, да. То есть вы отрезали ровно вот здесь, а визуально он у вас получился какой-то неровный. Поэтому выберите, а вот плечевая линия пошла. И вот здесь линия горловины, давайте я так нарисую. То вам необходимо будет потом уже на примерке посмотреть и возможно где-то вот так вот рукав подрезать. А где-то, возможно, вы захотите добавить. Это то, на что нужно обратить внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...